Сегодня мы будем разбирать такую тему, как неловкость перед мужчиной, который решил оплатить ваш счет. И в целом, когда человек за вами пытается ухаживать, у вас завязываются какие-то отношения, и вы не можете справиться с тем, что вам как-то стыдно, неловко, вы чувствуете какую-то виновность за то, что где-то ваш мужчина за вас расплачивается. Это может быть ресторан, это может быть покупка цветов, каких-то подарков. В целом, как только он достаёт кошелёк, вам становится не по себе. Вот это тема сегодняшней лекции. Но перед этим я хочу вам сказать, что я сняла потрясающий ролик эксклюзивно для ВК-видео про певицу Максим. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании, смотрите Максим и комментируйте, пишите всё, что вы про неё думаете. А также скачивайте приложение ВК-видео на свой телефон, подписывайтесь на моё сообщество и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы приступаем к нашей с вами неловкости. Я вас попрошу, вот всех тех, кто испытывает это чувство, во-первых, написать мне в комментариях, действительно ли с вами это происходит, да, или с кем из вас, скажем так, это происходит. Как именно это выглядит, в чём это выражается, допустим, когда он платит в ресторане, я не могу это пережить, мне неловко, но когда он дарит цветы, я могу их принять. Или наоборот. То есть в каких конкретных ситуациях вы испытываете эту неловкость, а в каких ситуациях вы разрешаете этому быть и почему. То есть каким образом в вашей голове произошла вот эта дифференциация, почему одно можно, а другое нельзя. Далее, какая у этого предыстория, то есть с какими убеждениями это всё связано. Ваша мама говорила вам, дочка, никогда не позволяя за себя платить. Или вы видели, что платят за каких-то падших женщин. Или вы считаете, что после того, как человек оплатил ужин, должно последовать продолжение, он же заплатил, значит, он может рассчитывать на ночь со мной. А ночь я не готова ему давать за этот обед. То есть какая подоплёка на уровне ваших убеждений, да, живёт в этом во всём. Потому что именно от этого мы и будем с вами отталкиваться. Следующий важный момент это какая категория конкретно мужчин под это подпадает, а какая нет. Потому что может получиться так, что вы скажете, Вероника, я вот вспоминаю всех своих мужиков и в принципе каких-то знакомых, 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 родственников, друзей, друзей, каких-то коллег. И вот правда, есть те дядьки, которым я запрещаю за себя платить, а есть, которым разрешаю. И вот этот момент, он принципиально важен. Чем одни отличаются от других? Почему этим мальчикам можно за вас заплатить, а вот этим мальчикам нельзя за вас заплатить? И вполне может получиться такая ситуация, что тем мальчикам, которые вы запрещаете заплатить, на них возлагаются сверхнадежды, ожидания, иллюзии, мечты. С ними формируется в голове какая-то перспектива, то самое сладкое будущее, которое бы хотелось, желательно. Потому что я к нему испытываю особую симпатию, я нахожу его как очень выгодного, такого перспективного партнера в дальнейшем. И понимаю, что да, ого, вот это огурчик, то, что надо. И как будто вот в этой избыточной попытке его завоевать, я пытаюсь ему показать, видишь, какая я хорошая. Это другие бабы, они такие продажные, лишь бы за них заплатили, а я-то не такая. Оцени это, пожалуйста. Не думай, что, значит, ты мне нужен исключительно из-за денег. У нас с тобой вот такие могут быть паритетные отношения, и я сама могу за себя заплатить. Посмотри, я финансово, в общем-то, обеспеченная женщина. Видишь, у меня есть и шуба, и машина. Я могу спокойно зайти в любой дорогой ресторан и себя полностью накормить, дорогой мой. И как будто мужчина скажет, действительно, ну зачем мне вот эта какая-то света, она не может за себя платить. Мне ее придется содержать. Нет. А вот эта вот Олечка, она вот такая самостоятельная. Дай-ка я действительно буду с ней остаток своей жизни жить, потому что она вот очень такая женщина, ну, удобная для меня. То есть как будто бы есть такая потребность, совершенно может быть даже бессознательная, да, с трудом, которую вы отслеживаете. Отслеживаете, да, быть удобной, купить эту любовь, выслужиться, показать себя как бы вот самой такой выгодной страны. То есть сделать все-таки максимально лицеприятным. Вот не происходит ли это поведение такое, да, избегающее вот этот какой-то конфликт, не происходит ли он на попытке купить эту любовь? То есть очень важно посмотреть в основу, важно оценить эти все мотивы, прежде чем приступить к этой работе. И поэтому я вам сейчас даю некоторые наброски, те самые наводки, которые могут помочь вам действительно за веревочку все это проанализировать и понять источник происходящего. Про что это, да? А допустим, вы скажете, а вот какой-нибудь там сергунок, я ему разрешаю за себя заплатить, потому что мне не важно его мнение. Я вообще не переживаю, что он будет думать. Хочет, пусть подарит. Да, пожалуйста. Да и вот это пусть подарит, и это пусть подарит. Ну, пусть ухаживает. Господи, мне вообще все равно. Ну, вот тут и вот эта вот идея, что все равно мне не нужно покупать его любовь, мне не нужно перед ним как-то что-то себе такое изображать, да? Поэтому я могу расслабиться в некотором смысле быть собой и позволить это делать. Вот. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, исходя из соображений мужчины. Вы же прекрасно понимаете, что вам не нужен альфонс. Более того, вам и не нужны паритетные, я надеюсь, отношения партнерские. Ну, потому что это в единичных случаях исключительно феминистично настроенные женщины кричат, пусть он платит сам за себя, я сам за себя, да, мы будем высчитывать там и творог, и яйца, и свет, и газ. Такие бывают феминистки. Но я вас уверяю, даже в глубине души, вот самые отбитые, отъявленные такой суфражистки, у неё будет потребность быть любимой, быть женщиной, о которой заботятся, которую носят на руках, которые надевают пиджак, когда холодно, которые целуют руки, дарят цветы. Просто она так боится, что этого не бывает, что это только есть в какой-то сказке, что ей разобьют сердце быть какой-то должной, уязвимой. Она так боится вот вляпаться в какое-то говно, что убедила себя о выгодности содержать себя самостоятельно и находиться в партнерских отношениях. Я вас уверяю, потому что, в принципе, для природы, для женской природы это несколько противоестественно, вот делить с партнером человек пополам. Это противоестественно. И всё то, что сейчас происходит в Америке или в Европе, это имеет такое необратимое последствия, правда, они вырастили целое поколение, что те, что другие, каких-то совершенно тщедушных мужичков, которых язык не поворачивается назвать мужиками. Это вот что-то такое убогенькое, что-то такое прозрачненькое, бесполое, несчастное, трусливое. Поэтому нет. Тут какая-то должна быть золотая середина, понимаете, чтобы без перегибов, и так, чтобы не ущемлялись женские права, чтобы женщины могли учиться в университете, работать, голосовать, чтобы они были полноправными такими членами общества. И вместе с тем вот этого абсолютного, то есть должно быть равноправие, но равенства быть не может, потому что мы разные, всё-таки это важно признавать разницу в равноправии и в равенстве. А права одинаковые абсолютно точно, но равенства быть не может. И мы видим, к чему приводит вот эта попытка зайти в это равенство. Так вот, если мы будем оценивать ситуацию с обратной стороны, то мужчина чувствует себя, когда ему не дают заплатить адекватный мужчина, опять же, взрослый человек, у которого есть вот эта персональная ответственность, который понимает, в общем-то, традиционные ценности этой жизни, это будет его кастрировать. То есть вы будете проявлять себя как кастрирующая женщина. Вы, в общем-то, в таком аллегоричном смысле отрезаете ему эти яйца, его мужское достоинство, когда вы не даёте за себя заплатить, когда вы не даёте себе подарить какой-то подарок, вы не даёте себе... Опять же, сейчас речь идёт о том, что вы готовы с этим человеком вступать в интимные отношения. То есть вы понимаете, что вы с ним встречаетесь. Это не просто какой-то человек, с которым абсолютно точно вам ничего не нужно от него. Нет. Речь идёт о том, что он вам очень нравится, вы хотите продолжение банкета, вас всё устраивает, но есть вот эта какая-то ситуация неразрешённая, где не очень как будто бы комфортно, что он за вас платит, но при этом он вам нравится. Так вот, вот этот момент я сейчас имею в виду, когда вы не даёте ему за себя заплатить ваш ужин, и вы достаёте кошелёк и говорите, знаешь, Гриша, нет-нет-нет, вот я сама сейчас за себя заплачу. В этот момент вы, Гриша, отрезаете одно яйцо. На следующей ситуации вы, Гриша, отрезаете второе яйцо, и вы Гришу делаете совершенно немощным каким-то уродиком, человечком таким, который сам не заметит, как превратиться в неприятного ублюдочка, который вам по итогу будет и не нужен. Вы скажете, да боже мой, да иди уже лесом, хотя сами приложили к этому свои усилия. Я понимаю, что вы мне сейчас можете сказать, Вероника, нет, вот где-то в глубине души я хочу, чтобы он мне не дал заплатить за себя. Но вы же понимаете, сила убеждения, она всё-таки имеет такую тенденцию, вот как капелька точит камушек. Здесь то же самое. Если вы будете каждый раз доставать свой кошелёк и драться, вы в конце концов его искренне в этом убедите, он найдёт свои какие-то положительные стороны того, что именно так ему и нужно поступать, действительно, почему нет. Вы сможете его в этом убедить, хотя в глубине души вы очень хотели, чтобы он за вас платил. Вы не стремились к каким-то равноценным отношениям, вам это не нужно, такое партнёрство в семейной жизни. Но вы зачем-то это своими руками создавали, потому что бессознательно шли на поводу у своих самых разных рациональных суждений, у своих страхов, у своих каких-то предубеждений. И вам, возможно, в глубине души хотелось, чтобы он сказал, ну-ка, убрала кошелёк, чтобы я этого не видела большая, и чтобы он проявил эту мужскую власть. А он этого может не сделать, вот как дурачок себя повести. Поэтому, чтобы не было этих неразнозначностей, кстати говоря, многие европейские мужчины забавно очень гуляют там разные ролики, где они рассказывают, вот как вот у меня русская жена меня учила, как нужно обращаться с женщиной, что за женщину надо платить обязательно, что за ней надо ухаживать, и надо открывать дверь, и протягивать руку, и её надо носить на руках, и, в общем, целовать, холить и леветь. И для очень многих европейских мужчин это просто какой-то нонсенс, это просто шок, как это вообще возможно такое. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы не уродовали наших мужчин, а наоборот в них, так сказать, поддерживали вот этот дух мускулиности, дух этой смелости, этой мужественности, воинствующее, нечто такое очень сильное, вдохновляющее, а не напротив. Потом ещё помните золотое правило, человек, который в вас не вкладывается своими деньгами, своим временем, своими какими-то советами, рекомендациями, своими книгами, да, там ты можешь спросить, Серёжа, ты мне не рекомендуешь книгу какую-нибудь, вот так, у меня есть хорошая книга, давай я тебе дам прочитать, и там такой фильм, и тебе замечательный, вот ты не подскажешь, ну как мне лучше здесь поступить. То есть человек, который в вас не вкладывается, а ему очень тяжело сформировать привязанность, потому что не он это растил, не он это певствовал, не он это поливал, и это ничего для него не значит. Рядом с вами он в таком случае себя чувствует каким-то ненужным, слабым, никчёмным, или вы приглашаете к соперничеству, или может вам надо завидовать как какому-то мужику уже. То есть про что тогда, это вообще вся ваша история, про что тогда эти отношения, изначально на чём они тогда строятся. Более того, когда вы позволяете мужчине платить за себя, вы увеличиваете его мотивацию к достижениям, у него появляется смысл зарабатывать больше, он начинает развиваться, он начинает думать, что ага, ему нужно ещё и ещё и ещё, да, и ваши аппетиты постепенно растут, тем самым подкармливая и его тоже, да, в нём также это всё возбуждается и взращивается, так сказать. Поэтому имейте это в виду. И поэтому идея того, что вот сейчас я сэкономлю, я проявлю себя как настоящая такая правильная женщина, ничего просить не буду, это идея утопическая. Она, я бы не сказала, что она не жизнеспособная, она вредоносная. Она очень даже жизнеспособная, но она вредоносная. Вы в итоге сделаете какого-то уродика, с которым сами же жить не захотите, выбросите его, а он вот такой какой-то уёбищный и будет жить дальше по жизни со своей какой-то странной концепцией, которую вы ему как-то зародили. Поэтому, когда вы в следующий раз будете находиться в подобной ситуации, вы сразу вспоминайте мои слова. Вы сразу хватаете себя за руку и задаваете себе вопрос, стоп, что я сейчас делаю? Для чего? Из каких соображений? Чтобы что? Какую цель я преследую? Потому что вот это молниеносное рефлекторное действие, ой, не надо, не плати, я сейчас сама заплачу, да? Оно, вообще всё, что мы не осознаём, оно нас куда-то тащит, туда, куда нам не надо по итогу, туда, где мы будем испытывать, возможно, это недовольство. Поэтому эти вещи важно оценивать, так сказать, ещё на берегу. Что, стоп, что успевать, это, так сказать, отлавливать. Вот, мои любимые. Значит, помимо всего прочего, эти все вещи, кстати говоря, мы проходим в моей психотерапевтической группе. У неё потрясающая есть группа. И женско-мужские отношения мы проходили более двух недель. Это всё есть в записи, там есть прекрасная медитация на эту тему женско-мужских отношений, у меня есть там метафорические карты на тему женско-мужских отношений. Вы просто прям заходите в группу, нажимаете на хэштег, да, женско-мужские отношения, у вас открывается целый перечень, целый пласт очень полезной, безумно интересной информации. Вот каждую неделю или каждую две недели мы меняем наши темы, вот, и женско-мужским отношениям посвящалось действительно много. Там много полезных упражнений, да, таких хороших лекций, было прямых эфиров, поэтому обязательно посмотрите. На данный момент у нас деньги, сейчас мы проходим деньги, и это тоже безумно интересно. Поэтому вам будет доступно ещё всё то, что было в течение этих двух месяцев. У нас было много, что мы говорили и про интеллект, и про отношения, а не про интеллект, про эмоциональный интеллект, и про отношения девочки с папой, и про лидерство, да, мы очень-очень много, что говорили. Поэтому присоединяйтесь с его за 900 рублей в месяц, вам будет доступна вся эта информация. Вы можете оплатить совершенно любой картой, любому банку, с любой точки мира, и даже криптовалютой. И если вы захотите, совершенно спокойно можно эту подписку отменить, она вас ни к чему не обязывает. Поэтому это небольшая сумма, 900 рублей в месяц сегодня, которую может почти каждый уже себе позволить. Поэтому всех я вас там в этой группе жду с нетерпением. Ссылочка внизу в описании. А также не забывайте посмотреть певицу Максим, да, которую я сняла эксклюзивно для ВК-видео. Обязательно скачивайте приложение ВК-видео, подписывайтесь на мое сообщество, ссылка внизу в описании, и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее безумно интересное видео. Кисулечки мои, жду вас у себя в группе.